Ну что, всем добрый вечер. Меня зовут Евгений Вольф. Я живу на Южной Германии, и летаю уже примерно лет 25. Сам я из семьи дельтапланиристов. Моя мама была инструктором дельтапланирования спорта, пока не завязалась на спорта. Я продлил семейный, так сказать, спорта, но пересел с дельтапланов на парапланиризм. Летаю я маршруты профессионально примерно 10 лет. Начал я участвовать соревнования в 2005 году, и после этого довольно часто летаю. Раньше жил на Северной Германии, и поэтому не так часто летал. Но уже 8 лет живу на юге, и летаю он довольно часто. Наша сегодняшняя лекция про то, как строить маршрут. Самая главная программа для того, что вы хотите научиться летать маршруты, и длинные. Есть вот такое приложение для сайта. Вот. Называется XC Planner. Я покажу сегодня, как им пользоваться. Пример у нас такой. Я возьму к примеру. Вот Landgreeze. Он находится подмельченным. Женя, извини, пожалуйста, что я прибиваю, больше не буду. У тебя есть функция выключить микрофоны всех участников, и чтобы не пробивался шум от кого-либо. Если люди сами не выключают, выключи, пожалуйста, принудительно. Хорошо. Все, извини, еще раз. Все. Вот так. Город Landgreeze с горкой под названием Brownneck. Находится он под Менсино. Анна Горка не выключается. Большая, примирительная метра. 1650 метров. И с нее летают довольно плохие маршруты. Горка предложит Германию. А маршруты через Австралию. Так вот. Вот программа. Есть функция включения термических карт. Это с правой стороны. Включается. И вы видите со всех стреков, которые были загружены почти по всему миру. Она налаживает их друг на друга. И там, где максимальные восходящие потоки, она подкрашивается красным цветом. И вы видите, как гора облетана. И почти в каждом месте, где красно, термические зоны. Вот. Мы ставим среднюю точку со старта. И думаем, куда можно полететь. Как видите, уменьшаю карту. И все красные зоны. Там, где больше всего пилоты летают. Если взять, поставить три точки на удаление с возвращением, то происходит показ трехугольника. Именно в тех местах, где вам нужно сделать поворотную точку. С правой стороны вы видите, сколько километров будет трехугольник. Тут можно приблизительно поставить скорость и время вашего маршрута. Я считаю, что приблизительно 7 часов на такой маршрут на 100 километров оптимально. Мы приближаем эту карту. Мы посмотрели, что треугольник на 120 километров. Приблизительно должен быть такой. И начнем смотреть по мелочи. Где он должен проходить? Посередине нажимаем на точку. О, добрый вечер. Добрый вечер. Смотрим, что если вы будете проходить по горе. Вот с этой точки. И потом переходить на следующий хребет в этой точке. Потом может быть перепрыгнуть на противоположный хребет. Оттуда на следующий хребет. После этого мы идем дальше. На хребет Вольхи. Возле Вальхинзы. Мы тоже пролетаем полностью. Вот. Идем дальше маршрут. Как видите, это очень просто. Ставить точки по термальному спору. Женя, можно вопрос сразу сходу. Сколько у тебя на треугольник 100-километровый выходит только? Точек, которых ты придерживаешься? Обычно самые главные точки. Два на маршрут. Получается стартовая точка. Первый поворотный пол. И второй поворотный пол. И после этого нужно долететь обратно до старта. И закрыть маршрут. Да-да, это понятно то, что у тебя фактически всего две точки и плюс старт. Я имею в виду, вот ты представляешь сейчас точки по термальным как-то точкам. Извиняюсь. И ты специально через них пролетаешь, как на соревнованиях? Или они у тебя просто отображаются на карте и все? Они отображаются на карте и я через них пролетаю. Ну, то есть вот ты берешь одну термальную точку и у тебя навигация перестраивается сразу на следующую твою термальную точку, правильно? Да, именно так. А, все. Спасибо. Вот. После того, как вы сделали свой маршрут, вы видите, что 116 километров будет треугольник FI, который даст вам 232 пункта. в экстракон тесте или в немецком. Так вот. После этого мы можем скопировать этот трек на свои приборы. Для этого можем нажать корочку share и он вам даст вот такой QR-код. либо вы можете послать кому-нибудь линк на этот трек. Вот. Либо загрузить downloads, выбрать нужный формат для своего прибора. Тут очень много разных форматов. KML для Google EOS, GFX, LK8000, OZI Explorer, CU и XSOR. Ну, конечно, формат Geo. Для каждого прибора нужно смотреть. он не может не подходить. Поэтому нужно будет попрыгать и посмотреть, подходит ли для вашего прибора. Ну, для того, чтобы, к примеру, X-Track пользоваться, хватает вот этого вот QR-кода. для этого нужно зайти в веб X-Track, нажать на навигацию, таск соревнований, и с правой стороны будут три точки. После того, как вы нажмете, он будет сканировать задачу с помощью QR-кода. Вы его копируете, и у вас сразу отображаются все точки поворотные вашего маршрута. После этого, по моему мнению, нужно ограничить, увеличить размер цилиндра. Я обычно ставлю в районе одного километра, потому что не всегда удается пролетить эту точку. Если, например, поставить их на соревнованиях в 400 метрах, у вас либо будет база маленькая, где вы поставили эту точку на пить горы, и вы не можете ее взять в 400 метрах, то это нужно будет заходить, опять же, в ваше приложение, на вашем приборе и терять время драгоценное. Хотя это время вы можете посвятить, там, не знаю, удержание в термиках, в этих соплях, в некоторых, которые вы можете проедать. Поэтому больше всего ограничить цилиндр в один километр. И когда вы через него пролетаете, у вас автоматически включается следующая точка. И так вы дальше летите по маршруту. Давайте я вам покажу маршрут. То, что я только что вам показал, как я его пролетел. Женя, можно вопрос? Там, возле Инстбрука, огромная запретная зона. Где включить здесь запретные зоны? В XC-планнере запретные зоны включить нельзя. По крайней мере, я не знаю, что была здесь такая функция. Это можно посмотреть в самом XC-треке, после того, как вы залили этот маршрут в XC-трек и пролистали. И там будет стоять сама зона полета. Вот, к примеру, здесь вы видите нижняя часть до Вальхинзы, до Стегрензы с левой стороны Инстбрука. Здесь проходит зона СТР Инстбрука. И обычно, где я сейчас поставил все эти точки вдоль горы, там максимальная высота для планиров и парапланов 2330 метров. Если вы ее превысите, то будет проблема с загрузкой самого трека. И можно в неприятности выпасть. И поэтому, если в этот маршрут пролетаете в этом месте, главное не нарушать все эти ограничения. И обязательно вписать в саму треке, то есть не в самом треке, а в XC-contest, то, что эта зона была открыта для парапланов или для планировок в этот день. Обычно, когда хорошая погода, она автоматически открыта. Жень, есть ли еще какие-либо другие факторы, кроме количества километров, термальных точек и чего-либо еще, на которые ты отталкиваешься, когда строишь маршрут? Ну, во-первых, я смотрю направление ветра какое будет в тот или иной день и смотрю, в какую сторону лететь можно. Я построил сторону через запад, то есть лететь в сторону запада, а потом запада на восток, потом обратно на север. И нужно смотреть, если стартуете рано, то лучше всего, конечно, лететь в сторону восток, по восточной стороне склона, потому что она будет более прогрета. Ну, если смотреть на сам Брауннек, то там нужно стартовать рано, до 12 часов. И, как по мне, так это все-таки лучше всего пролететь в сторону запада. Хотя некоторые летают и в восточную сторону, через Тегрензе. Вот я очень много раз встречал про блондистов, которые летели ко мне навстречу. Они, скорее всего, стартовали вот с этой точки, уже Тегрензе. Вот, тут есть канатная дорога. И как раз здесь от фирмы Фи, по-моему. Нет, не Фи. Женька, какая у них там эта фирма расположена в этом месте? Не помнишь? Рядом с Энсбруком? Нет, вроде возле Тегрензе. Ааа, не помню. Не помню. Кто выпускает? Да, слушай, их много кто выпускает. Не помню, как там называется. Рядом с Энсбруком там Air Design находится. Ну, там в основном все. Да, они обычно на этой точке летают и тут тестируют свои парапланы. Честь. Так, давайте теперь перейдем... Так вот, от проложения маршрута мы переходим к самой подготовке. Для подготовки самих маршрутов я использую... Видно экран? Да, да, видно экран. Вот. Для подготовки я использую Exepower, Aerospace для ограниченных зон, которые нельзя нарушать. Вот. Потом точки, waypoints, которые можно... Как? Которые можно... Сейчас я вам покажу их. Которые можно подготавливать. В нужное место ставите вы точку. И потом добавляйте ее в свой маршрут. Вторая точка, третья точка, четвертая. Видите? Сталострим появляется. У меня как раз Дима один спрашивал нужную программу для точных настроек точек. Вот. И вы можете посмотреть все координаты для разных программ и использовать их. Вот. Дальше я использую Aerospace для Exepower теста. Которые показывают все точки, которые вы можете включать и выключать в нужный день. Можно вопрос? Да. Вот ты сейчас показываешь это как бы, ну, в дополнение к тому, что до этого смотрели, или как альтернатива, или как это понимать? Ну, то есть, если точки, например, поставили там, где термика поднимается и так далее, вот эти точки тогда зачем? Эти точки, если вы, к примеру, хотите узнать определенной горы, или, к примеру, какого-нибудь вокзала, точку, вам больше всего зайти в эту программу, в эту программку на странице. И сказать, что, к примеру, вот эта дорога, вот этот город, этот дом, этого места, вот эта точка. То есть, ну, очень просто и быстро можно определить ее координаты. Понятно. То есть, это с термикой вообще никак не связано, с какими ходспотами, ничего вообще, да? То есть, чисто география. Это менеджер точек просто. Окей. Спасибо. Эксепланер, то, что я вам говорил, это планировщик самих, самого маршрута. Вот он очень, очень легко настраивается. Вот. Вот вы видите, треугольник FAA получается. И видно, какой он должен быть длины или ширины, чтобы увеличить, вы видите, да? Если протягиваешь его наверх, точку, автоматически увеличивается с правой стороны треугольник. И вы видите, что вы должны сделать, или вы должны долететь, чтобы увеличить сам треугольник. Женя, слушай, я еще на многих программах, с которыми я летал, вижу на экране вот эти синие, зеленые и какая там еще. Ты убрал сейчас экран. Зоны. Что они значат? Ты понял вообще? Вот зона красная. Это зона старта. Голубая. Первая поворотная точка. Зеленая. Вторая поворотная точка. И потом есть еще желтая. Видишь? А сейчас видно только в меню. Линьки, ссылки. Карту не видно. Вот сейчас появилось. Карта пройдет. Красная зона. Это зона старта. Голубая. Первая поворотная точка. Зеленая. Вторая поворотная точка. И маленький желтый. Желтый треугольник. Это зона закрытия треугольника. Видите? Это получается процентуальный. То есть процент самого треугольника. 20-ти процентное. Как это называется по-немецки? 20% регулинг. Это 20% всего маршрута. Правило. Правило. вашего общего. Для закрытия. Видите? Получается. Вы не долетели. Не закрыли до конца треугольник. То 20% вашего маршрута. Будет треугольник. Все что меньше. Это будет не закрытый треугольник. А просто будет длинный маршрут. То есть на дальность. А стоит вам пролететь немножко дальше. И уже получается треугольник. Закрытие. А треугольник закрытия. Это когда вы полностью долетаете до конца. До точки старта. Вот. Это будет стопроцентный треугольник. Сокрытый. ФАИ. Вот. Потом я пользуюсь еще хотспотами. Это что-то подобное тому, что я показал. Экспланеру. Только со всеми теплыми участками. И хотспотами. Альпийских гор. На странице швейцарской. Thermal.kk7.ch Их можно скачать на ваш прибор. Вот в этом месте, когда выбираете хотспот. Идет автоматическая подсветка в домашних термиках. Видите? Вот точки появились. Когда вы приближаетесь. Их становится больше. Чем более краснее точки, тем они более мощные. Желтый. Это термик, который может там не быть, когда вы подойдете. Но красный почти всегда в этом месте расположен термик. Вот. Вот. Если вы нажмете здесь с правой стороны возле хотспота, вы можете скачать, к примеру, до 10 тысяч точек в этом регионе. Вы, например, подходите обратно. Зум-аут делаете. В этом регионе у вас будет 10 тысяч хотспотов. Которые можете скачать на свой прибор. Вот. И загрузить на свой прибор. И когда вы летите, вы сможете увидеть точки термальные. того места, где вы летаете. Это уже очень неудобно. Иногда вы просто не знаете, что будет спереди. Где там находится термик. А когда он вам подсветится, вы увидите, что нужно чуть правее полететь. К примеру, вот на этот пик. Вот. И там обычно всегда будет стоять термик. Жень, можно вопрос? Да. Да, Оля. Меня слышно было, нет? Да, Оля, тебя слышно. Да или нет? Да, Оля, тебя слышно. Ты можешь говорить. Вопрос. Ты когда готовишь переходы, ты когда-нибудь просчитываешь высоты, с какой точки тебе с высоты можно перейти? Или ты не учитываешь высоты остановки своего маршрута? В XC планере уже автоматически, когда вы ставите точку... Сейчас я поближе подойду. Вот, смотрите. Я ставлю точку. К примеру, вот на пик этой горы. И он автоматически уже, когда вы делаете, стягиваете сам трек, видите, здесь все высоты, они уже определены. И новые приборы, такие как экситрек, я не знаю, навитер и тому подобное, они уже умеют считать долет до точки. Поэтому я ставлю как можно больше точек на своем маршруте, чтобы прибор смог понять, долетите вы до этой точки или не долетите. Или, к примеру, некоторые приборы показывают, насколько вам нужно выжать акселератор для того, чтобы долететь или не долететь. Или вам нужно, например, добрать еще немножко высоты, чтобы 100% долететь до этой точки. Вот, надеюсь, Оля ответила на этот вопрос. Рэнь, подожди, можно я еще добавлю вопрос? То есть, ты, допустим, переходишь там с точки 3 на точку 4, хотя нет, ну открой обратно, чтобы были видны высоты. Список, список с точками, да. Вот смотри, у тебя точка 4, точка 5, 1048, 1475. И ты, когда с одной на другую переходишь, экситрек будет показывать, долетишь ты до нее на эту высоту или не долетишь. Я правильно понимаю? Да, в основном приборы это все показывают. А, ну слушай, классно, прям как в этом, как в LK8000. Я просто не пробовал еще такую штуку, я не так давно с LK8000 перешел. Ну, именно вот эксепланером можно заливать всю карту на тот же LK8000. Если посмотреть, вот здесь формат LK8000. То есть, почти для всех существующих программ можно использовать эту программу. Как и экситрек тоже. Сейчас есть сколько программ знаменитых. это альфа-пилот, на нем SiriFly, LK8000. В CIEU программа есть. И вот, XSOR еще тоже знаменитые. Ну, XSYTREK, конечно. А, SkyTracks там, как, не в курсе? Работает с таким тоже, нет? Это нужно пробовать. Это нужно пробовать. Я думаю, что почти во все программы можно залить через эти вот несколько форматов. Один из них будет читать. Ну, то есть, альтернативно просто два прибора ставить и все. Я обычно летаю с двумя приборами, потому что это более надежно. Если у вас что случилось и один прибор что-то не запишет, то второй автоматически будет продолжать писать. И будет, конечно, жалко очень. Я так же делаю, да. Я тоже так делаю. И у нас не записывается. То есть, это намного проще. Я летаю сам с прибором альфа-пилот. На нем SiriFly программка. Конечно, можно поставить все что угодно. Вот LK8000 BX Tracker. Мне, как говорится, больше не нравится. Вот. Жень, извини, можно вклиниться? Я все-таки не понял. XC Planner. Он меня предупредит, если точка поставлена слишком далеко, и это нереализуемо на глайде, допустим, дойти до нее? Или это делает уже сам прибор? Сам прибор делает подсчетно. То есть, XC Tracker, он просто ты ставишь точки, он тебя ни о чем не предупреждает сам по себе, что это невозможно. Он говорит долет, не долет. Нужно набрать высоту побольше. Там будет написано, что долет до следующей точки, например, минус там 300 метров. Значит, нужно набрать 300 метров, чтобы долететь точно до этой точки. И поэтому я еще раз говорю, что нужно как можно больше точек ставить. Современные приборы поддерживают очень много точек, и поэтому чем больше вы точек ставите для себя, то есть это не соревнования. То есть там на соревнования обычно намного меньше точек. Я считаю, что для себя, когда вы летите на маршрут, то проще всего делать как можно больше точек в зонах восходящих потоков. К примеру, на гребниках горы, где будут стопроцентные восходящие потоки. Извини, а если я там проскочил точку, например, как-то, оно там определяется, что я проскочил, или мне надо опять вернуться к предыдущей, чтобы потом включилось следующее? Или это от прибора к прибору по-разному? Это зависит от прибора. Часто я просто отхожу от того маршрута, который я запланировал. К примеру, я не могу долететь до поворотной точки. Я просто перешагиваю через некоторые точки. То есть говорю, что я не хочу больше только лететь. Я говорю, что вот эти точки, которые здесь, мне не нравятся. У вас была точка, крайне длинная, вот, в этом регионе, а нужно лететь сюда. То есть, на примере XC... Извини, захожу. Я пропущу эту точку и хочу полететь сразу вот сюда. То есть, я понимаю... Если... Да? Извини. На примере XC Track, если вот использовать это приложение, то есть там, как бы, тоже можно, ну, вручную сказать, я не хочу, все, иди на следующую, да? Это вот... Это ты имеешь в виду? Да. То есть, выбрать следующую точку. И вы переподливаете через прошлое. Ок. Вот. Ходспорта показал. Ротопланер показал. Вейтпоинт менеджер показал. Аирспейс. Самое главное то, что вы должны смотреть зоны разрешения для полета. Ну, Альпы это такое дело, то что летать можно почти везде. Ну, и в том, что не везде. Нужно перед тем, как когда-то лететь на длинный маршрут, посмотреть, что там можно или не залететь. Вот у меня было по пару раз такой момент, когда я летел из Германии и залетел в зону швейцарского... В общем, зону в Цюрихе. Аирспейс я нарушил два раза. Один у нас на 6 метров, а второй у нас на 126 метров. И потом я не смог этот трек выложить. Хотя я полетел 8 километров. И мне именно не хватало этого трека для соревнований своего клуба. То есть не хватало единственного полета в Германию. А, жалко. Слушай, Женя, можно спросить еще вот у ребят, если у вас есть опыт. Вот ты говоришь, что ты нарушил и твой трек не взяли. Ну, по правилам там этих оффлайн соревнований, онлайн соревнований это все понятно. А по поводу ответственности за то, что ты нарушил по выложенному треку, были ли случаи, что кого-то привлекли? Вот, допустим, нарушенная ЦТР или нарушенная какая-нибудь аэропортная зона. Я, например, побоялся выкладывать свои эти там 101 километр, хотя я был в десятке по дню в Германии. Вот, потому что я ЦТР нарушил. Я слышал парочку людей наказывать за это дело, и это дело могут наказать до 20 или даже до 40 тысяч евро. О, ну тогда не надо выкладывать ЦТР. Лучше всего не надо, хотя мне кто-то рассказывал, что кто-то что-то там нарушил в Швейцаре, прилетел вертолет, помахали пальчиком, типа так нельзя делать, и улетели. Но не факт, что это так пройдет гладко. То есть лучше, конечно, не нарушать и не выставлять свои треки с нарушением зоны запрета. Круто, Жень, спасибо большое. Ну, ты, наверное, добавишь еще что-то, потому что... Знаешь, что будет еще неплохо показать? То, что мы с тобой по телефону обсуждали. Настройки, вот, например, даже как загрузить настройки Фогеля, Фердинанта, как их установить. Я, например, себе установил. Все хорошо, все работает. И также на странице Фердинанта Фогеля есть хорошие советы по поводу карт дорог, потому что это тоже немаловажно, когда ты летишь по маршруту, чтобы видеть вообще цивилизацию, которая есть под тобой, и чтобы логистически твой маршрут потом был дешевым, так сказать, чтобы не нужно было там объезжать огромные долины и возвращаться из других стран на супер дорогих поездах. Да, вот давайте вам покажу. Кто не знает, это Фердинанд Фогель в голубой футболке. Он немецкий пилот. По-моему, ходит в десятку лучших пилотов мира. Вот, и на первом месте он в Германии находится. И в десятку лучших пилотов топовых мировых. У него есть одна страница, где он выкладывает всякие... помогающие материалы для пилотов всего мира. У него есть в подрублике «Типс» настройки для андроида «Экситрек». Тут есть настройки на 2019 год. Последние его настройки. Вот здесь, где написано «Mine Configuration», можно скачать настройки на сам «Экситрек». Там, в принципе, почти все, что нужно для соревнований и для маршрутных полетов. Жень, я добавлю. А ты с ними летаешь? С этими настройками или ты себе переделал? Я немножко переделал, но в основном я почти ничем не трогал для настройки «Экситрека». Но... Пользуюсь его настройками. Хорошие настройки я посмотрел, мне тоже нравится, но все же я бы добавил, что они слишком сильно заточены под соревнования. И если ты летишь просто фрифлаем, некоторые вещи там можно убрать, а можно добавить. Например, особенно тем, кто летает на равнине, если там сильные ветра какие-то, неплохо бы добавить направление ветра и его скорость, потому что в его настройках только на второй странице скорость показывается без направления. Ну, этого обычно хватает. Вторая страница для термика, где показывается направление ветра и скорость, и варю из зоны «ЦТР». А на первой странице именно для самого маршрута зоны. Да-да, я про вторую говорю. Можно сказать, как вы хотите, что вы хотите именно видеть на самом экране. Вот. Потом есть подрубрика на его странице еще. Элементарные 100 км ВВФИ в разных частях Альп. Место называется Альфах и 100 км ВВФИ. И вот уже есть под разные старты нужные точки маршрута. Вот, к примеру, зона нашей домашней горы. Мышка отключилась, надо подеретку включить. Извините. Вот. Наша домашняя горка Андельсбух. Вот. Если от него улететь в сторону Гидомсхоп, можно пролететь этот маленький 100 км треугольник. Особо не напрягаясь. Вот. Помимо этого, у него много других гор. Вот как Браунек, который он только что показывал. Эбенальп. Это в зоне Сентиса, напротив Брызинского озера, где я живу. Это Швейцария. Эмберго Альм. Фанас. Мое любимое место в Швейцарии, где тоже рекорды бьют по 220-250 км треугольник. Ну и дальше. Разные элементарные 100 км треугольники. Это Небельхорн, где мы недавно летали с ребятами. Хайкинфлайд занимались. Вот. Ну, вы можете посмотреть здесь для себя. И посмотреть на то место, где вы хотите полетать. Может быть, уже есть готовые настроенные маршруты. Чтобы вам особо не париться и самому не составлять. Женя, хочешь еще что-нибудь добавить? Слушай, ну по этой теме нет. Мне кажется, ты все классно рассказал. Спасибо тебе большое. Рассказал про планирование. Теперь это именно про XC Planner. Стало сильно понятнее. Ты хотел еще про погоду, мне кажется, добавить? Да, давайте я вам скажу еще про погоду. Немецкая именно по зонам Альп. Самый знаменитый сайт, который делает погоду, это Asta Control. Это получается, они, по-моему, находятся где-то в районе Инсбрука. А он на заказ погоду делает, нет? На заказ? Ну, я думаю, это надо помолиться, выпить и сделать погоду на следующий день. Я скину свой PayPal туда вот предоплату на погоду. Да, в общем, мы будем потом эту погоду для вас заказывать. Да, давайте покажу, как эта страница выглядит Asta Control. Вот. Она выглядит так, и там нужно зарегистрироваться. К примеру, если меня сейчас слушают пилоты, которые не из Германии, тем более не из Австрии, то там нужно для регистрации послать им свои данные, послать свою лицензию на Параплан, то, что у нас вообще есть, и зарегистрироваться. Через некоторое время... Австрийские пилоты получают сразу логин, даты на эту страницу, а иностранные пилоты довольно долгое время проходят, пока они там пошевелятся, захотят или даже не захотят вам послать эти данные. То есть можно пройти там одну-две недели. Вот. Ну, я могу сказать, что если она дина зарегистрируетесь, то потом будет очень легкое прогнозирование погоды в течение следующего дня. Вот. Давайте покажу, как туда заходить. Когда вы заходите на эту страницу, это выглядит вот таким вот образом. Здесь есть подрубрика «Погода». «Флюкветер». 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 «И логин». «Флюкветер». «Флюкветер». После того, как вы зашли, будет потом что-то в этом роде. Все Альпы, швейцарские, австрийские, немецкие. Но это уже полная версия. Есть другой сайт, он называется hank-loze.at, альптерм. Это, можно сказать, типа такого хака на полную версию, платную Астаконтроля. Мы находимся в регионе приблизительно 111 по 0,81. Если вы посмотрите на 81, это будет Веслихер-Альпен-Форан. И она заработает только после того, как вы зашли на эту страницу. То есть я правильно понял, регистрация на погоду исключительно по электронной почте, то, что ты показывал? Или там есть где-то, где можно зарегистрироваться? Нет, там они предоставляют логин, чтобы затем, чем на этой странице, получать данные. То есть написать им сначала вот этот meet-info и так далее, сказать, друзья, я такой-то, вот моя лицензия, пожалуйста, можно к вам. Да, именно так. Окей, спасибо. И потом вы сможете получать вот такую вот картинку, что, к примеру, сегодня в Байровских Альпах была такая погода. База была в районе 2300 метров, и оптимальное время для полетов было приблизительно с 10 часов утра до 15 часов. Зона термиков была в районе 2,5 метров в секунду, и она держалась до 2000, ну, почти до 3000 метров, а потом она потихонечку начала ухудшаться. То есть это именно термические, какие термики ожидаются на сегодня или на завтра, там можно посмотреть. То есть это очень удобно. Жень, можно спросить? Да, Жень. Смотри, я хочу показать свой экран, и сейчас, как делается дегустрация экрана. Так, никто не видит мой экран. Давай, Жень, я сначала покажу еще парочку страниц, а потом тебе передам. Договорились. Для наших альпийских гор. Еще есть страница моего знакомого, никого его зовут. У него фирма Абгифлёген называется, он делает куртки для парапланиристов. И на его странице, на флюкветр.авлифлюкен.инфо, собраны все сайты в одном, можно сказать. Перед тем, как я обычно делаю на полеты, я смотрю в винде по ветру, к примеру, на сегодня. С 13 часов, можно сразу поставить высота полтора километра. Какой на сегодня ветер. Вот. И под этот ветер я обычно еду на ту или на другую горку. Вот. Самое главное для альп, это разница в давлении между северных и южных альп. И вот тут видно диаграмма по Инсбраку и по Цюричу. И зона нормальных полетов, это обычно в районе от нуля до 4 ектор паскаль. Все, что ниже, к примеру, вот, это уже фен. То есть еще минус 4 ектор паскаля, это уже начинается ветер, такой уже неприятный для парапланиристов. То есть все, что больше, лучше, конечно, не ехать на полеты. Или, к примеру, выбрать горку, где не так подвержен фен. Например, как наша горка домашняя Андрисбух. Она не подвержена фену, потому что она защищена противоположными горами. И обычно до, по моим наблюдениям, до 6 ектор паскаль она защищает по скорости ветра. А по всем остальным альпам это лучше не ехать в горы, если, к примеру, больше, чем 4 ектора паскаля. И тут как раз виды, видите, с пятницы по вторник. Как будет ожидаться ветер? Это как раз один из вопросов в теории, в экзамене. Да, потом на этой же странице есть DHV, погода. И они говорят, что, к примеру, первый кусочек по Германии, по самой, а второй по Северной Пальке. И они показывают, что в пятницу какая будет погода, что, к примеру, в субботу будет холодный фронт. Тоже не поедешь полетать. Вот, потом будет в субботу, в воскресенье сильный ветер. Потом в поднедельник будет какой-то слишком большая влажность. А во вторник как раз будет хорошая погода. То есть вам хватает все посмотреть, что вам обещают DHV. И дальше, если будет плохая погода, дальше можно не смотреть. То есть нет смысла будет ехать летать. Если они говорят, что будет высокое давление, это значит, что будет хорошая погода. Я после этого сразу смотрю на диаграмму фена, что будет на вторник. И тут видно, что во вторник она будет больше 4 вектора паскалей. С Нордфеном, с Северным Феном, лучше летать, конечно, на севере, чем на юге. А с Южным Феном лучше, конечно, летать тоже на юге, чем на севере. Ну и самое главное, что не было больше 4 вектора паскалей. Тут есть еще разные споты нашего региона Южной Германии. Именно с Западной Германии и с Западных Альп. Как честно, Хохград, Митток, Небельхорн. Это сама Германия. По Австрии, Флайберг нашего региона. Это наша горка Андельсбух. То сразу можно посмотреть, когда вы нажимаете. Погода. Либо Бетсов. По погоде. По направлению ветра, температуры. И так дальше. Вот, к примеру, Швейцария, Эбенальп. Тоже можно посмотреть погоду. Здесь собраны обычно все сайты нашего региона летного с погодой. Вот. По аппам я использую Windy, Windfinder и Meteor Blue для того, чтобы посмотреть, какая погода ожидается. В XC Pro 5 она очень хорошие диаграммы показывает. Там очень можно хорошо посмотреть по базе на следующий день. Paraglidable. Он показывает хорошо споты многих гор. И там уж легко посмотреть, если летная погода. То есть для всех, кто не хочет париться и искать на страницах погоды, можно ли летать или не залетать, то Paraglidable там показывается либо красным, либо зеленым. Чем более зеленая точка, тем больше шансов полетать. И когда нажимаете на эту точку, где находится какой-то спот, там показывается, что, к примеру, take-off сколько-то процентов и XC, то есть полет на дальность, на маршрут, там тоже показано приблизительно в процентах. Чем больше процент на вероятность, тем больше шансов, что вы полетаете. То есть либо take-off, то, что может быть вообще летать, а XC, это уже полет на дальность. Чем больше процентов, тем лучше. Программа XC Track именно для полета использована. Burnair Map это подобная программка для того, чтобы вообще найти. То есть Burnair Map и Paragliding Map это две похожих программки. Если вы не знаете, где вам летать, там очень много этих спотов, точек, всех гор с подъемниками, с всеми делами. Жень, можно вопрос? Да. Вот ты говоришь Burnair. У меня все есть, кроме Burnair, я впервые слышу о ней. Paragliding Map у меня есть и плачу уже, не знаю, сколько ему. Насколько разница вообще? Есть смысл обе две использовать или достаточно, например, если есть Paragliding Map, то можно расслабиться. Если есть Paragliding Map, то я думаю, этого будет достаточно. Burnair Map это более новая программа, ее недавно запустили. По управлению она получше, чем та программа для этого, Paragliding Map. Она платная тоже или как? Она тоже платная, они за нее тоже очень много денег хотят, но это и бесплатной версии тоже хватает побольше, потому что Paragliding Map, они просто, ну, офигели просто по цене. Ну да, я 3 евро в месяц плачу ему, как бы. То есть, в один раз бы сделали, не знаю, платную за 30 евро я бы купил бы, но платить каждый месяц по 3 евро, я считаю, что не очень. Ну вот я плачу, если что, спрашиваю. Хорошо. Да, это центральные эпы, которыми я обычно пользуюсь. Помимо погоды. Женя, ты еще хотел что-то добавить? Да. А выключи демонстрацию, пожалуйста, своего экрана, чтобы я мог свой теперь продемонстрировать. Твой мы уже насмотрелись. Ну вот тут 3D пошло. Да, это Женя, видимо, накладывал. Подожди секундочку, сейчас посмотрю, как выключить вообще. А у тебя внизу по центру такая кнопочка демонстрация экрана. Ты на нее же нажимаешь, и у тебя выключается демонстрация. Или же вверху наводишь курсор, и у тебя прекратит демонстрацию. Как-то так. Вот, все. Да. Так. Организатор отключил демонстрацию экрана участников. Я не могу показать. А ты можешь изменить эту настройку? Ты запретил демонстрировать экран. Жень. Так, по-моему, отключил. Так, я пробую. О, получилось. Хорошо. Демонстрация экрана. Так, скажите, вы видите сейчас экран, да? Да, проглайдабл. Вот. Наверное, уже вы знаете про этот сайт, про эту приложуку на телефон. И вот эта программа работает приблизительно как сайт ДХФАУ-ДЕ. Серьезно. Потому что, если ДХФАУ пишет, что погоды нет, то можно дальше не смотреть, как Женя сказал. И здесь примерно то же самое. Если точки белые, значит, все классно. Если точки красные, вот, например, ну, или сама зона красная, вот у нас сейчас, там, где я живу, нелетная совсем погода, то это тоже стопроцентно работает. Поэтому, если нет желания разбираться в гектопаскалях или там полет в каком-то новом месте, эта штука работает реально классно. И я хотел еще спросить, ребята, вот у меня есть такой скриншот. Я знаю, что это скриншот с сайта флюгвета точка ДЕ. Что это такое? Кто-нибудь видел уже такой сайт? А, ну да, вот, собственно, написано. Знакомый, а в чем вопрос? Я облазил весь сайт. Я натыкал во все ссылки, которые только можно было, и я не смог себе открыть, чтобы вот мне так написало цифрами базу и термики. Кто-то знает, как это сделать? Покажите, как. Ну, Женя, это нужно играться, и потом, если кто-то найдет, то тебе наверняка покажет. Не, ну, хорошо, я просто думал, может быть, кто-то знает. Отхок не получится, сейчас надо это поискать тоже. Да, ну, сайт вот, и наши ребята, которые летают, они, собственно, регулярно им пользуются, смотрят, и я когда вижу их скриншоты и погоду, которую потом по пакту, то она совпадает. Хороший сайт мне понравился, поэтому меня заинтересовало, как им правильно пользоваться, потому что раньше не пользовался. Если что по теме, что мы сегодня говорили, планирование маршрута здесь на равнине, у меня есть некоторые свои особенности планирования маршрута. это возможность дешевого возврата домой, потому что, например, вот вчера у нас сдул ветер в сторону Голландии, слабенький, правда, и я решил, что я поднимусь в воздух, посмотрю, насколько ветер будет сильным, если он будет не сильный, то в Голландию я не полечу, потому что оттуда дорого возвращаться, там где-то 50 евро мне нужно потратить на поезда, чтобы доехать обратно. И я построил себе маршрут вокруг озера одного, а в лице озера в итоге 52 километра и треугольник получился. И в целом, когда я лечу здесь на равнине, у нас тоже бывают такие места, как бы цивилизация есть везде, там прогуляться максимум 10 километров пешочком до цивилизации, но поездов и автобусов много где нет. и поэтому я заранее смотрю, где какие есть поезда и куда лучше прилететь и в какое время. И как-то раз я летел, там гроза меня догоняла, подымала везде, и нужно было быстренько решать, куда садиться и откуда уезжать. Я прямо в воздухе открыл приложение Deutsche Bahn, смотрел, из каких городов идет поезд, посмотрел, к какому банков мне можно поближе сесть, сел и, собственно, побежал на поезд. Ну, как обычно, нарушил там все подряд, потому что в городаш нельзя залетать. Вот такие особенности планирования маршрута у нас наравними. Спасибо, что все собрались. Женя так классно все рассказал. Надеюсь, вам понравилось это. Жень. Спасибо большое, было очень здорово. Один вопрос еще, можно? Вот ты показывал, там у тебя список всех сайтов, там и все. Ты можешь поделиться этим? Да, конечно, я поделюсь. Я хотела бы, можешь вот в свой файлик вставить еще ссылку на инструкцию, не на инструкцию, а на настройки кситрека вот сайта немецкого пилота и файликом еще поделиться где-нибудь. Давайте сделаю так, что я выставлю этот файлик у себя на фейсбуке. Да, да. Ой, фейсбука нет. Не стяните. Без фейсбука никак не получится, не? Предложите вариант, и я подумаю... Что касается файлика, я могу скинуть его нам в чатик. Вот, например, да. Я могу скинуть тоже. Женя может скинуть мне в любом формате свой план лекции с приложениями, которые ты используешь, и всем остальным, что попросила Диана, и я всем скину, потому что у меня удобно все настроено, сразу два, две секунды отправляется. Было бы здорово, спасибо большое. Мне всегда закончим с официальной частью, я закончу запись, и можем поговорить и ответить на вопросы, которые у вас нет. Давай. Все, выключил, Женя, запись. Нет, пока еще идет. Сейчас нужно найти, где она включается еще. Жень, Левковец, ты тоже можешь свои вот эти две ссылки туда добавить тоже в спайлик. Да, да, хорошо. Смотрите, друзья, вот по поводу …